Здравствуйте, дорогие друзья! Как известно, в ближайшее время с официальным визитом в Баку и в Ереван собирается приехать спецпредставитель Альянса НАТО по Южному Кавказу и Средней Азии Хавьер Каламина. Собирается приехать, чтобы изучить, какая ситуация на Южном Кавказе, какова обстановка между Азербайджаном и Арменией. Именно поэтому он хочет поехать и в Баку, и в Ереван, чтобы изучить обстановку. Ну, для полного счастья нам только вас не хватало. Но зачем вы нам нужны? Вы нам не нужны ни сейчас, ни после. Мы же являемся республиками бывшего Советского Союза. Вам выгодно, если между нашими странами разгорится Третья война. Тем более, что на постсоветском пространстве в настоящее время идет вооруженный конфликт между Российской Федерацией и Украиной. А сейчас вы хотите приехать сюда, к нам. Зачем? Чтобы дестабилизировать обстановку. Это же надо так, а? В страну Альянса ОДКБ едет представитель военного Альянса НАТО. В бешеном сне похмельном не приснится такое. Ведь Армения является страной Альянса ОДКБ. Зачем им представитель НАТО? Хотя, в принципе, он и нам особо не нужен. Наверное, захотят, чтобы мы стали странами Альянса НАТО. В 2008 году они точно так же подбадривали Грузию, что ребята, идите вперед, не надо бояться русских. Мы встанем за вашей спиной, как гора, и не дадим вас в обиду. Идите вперед, идите вперед. Грузины пошли вперед. Практически освободили Южную Осетию. И чем это закончилось? Туда вошли российские танки. Вошла российская армия. Ясное дело, что сопротивляться российской армии грузинская не сможет. Не потому, что она слабая. Дело в численности, дело в количестве. Российскую армию уже с грузинской не сравнить. Каждый нормальный человек должен это понимать. Вам выгодно, чтобы на постсоветском пространстве были вооруженные конфликты. Потому, что после окончания Второй мировой войны вы в 1949 году создали военный Альянс НАТО, в знак противостояния Советскому Союзу. Ведь вся ваша программа была рассчитана на то, чтобы развалился Советский Союз. Во время войны Советского Союза с Афганистаном вы спонсировали мазохедов. Вы делали все, чтобы мазохеды убивали советских солдат. Ваши руки по локоть в крови. Вы бомбили Югославию. Вы бомбили Вьетнам. Вы сбросили на Японию атомную бомбу. Да и вообще вы живете на землях индейцев. Пришли всех, перебили. Прилечерайте там, может быть, несколько десятков тысяч. Ну, пусть будет пару сотен тысяч индейцев оставили. Так, для вида, для показухи. Мол, видите, какие мы хорошие. Они до сих пор живут себе припеваючи. Вы страна-террорист. Вы первая страна, которую никто не должен признавать. Понимаете? Не вам указывать всему миру, как жить. И Ливию вы бомбили. И Ирак вы сравняли с землей. Формально эти страны существуют, но по факту их нет. Вы пришли, стали бомбить, стали указывать, что вы должны жить по демократическим законам. И вы даже не спрашивали иракский народ, хотят ли они эту демократию у себя в стране или нет. Как говорил Михаил Николаевич Задорнов, царство ему небесное, Америка главная страна на земле, а их президент Главнюк. Вам удалось развалить Советский Союз. Сейчас вам выгодно, что между Россией и Украиной идет война. Вы всяческим образом спонсируете Украину. Отправляете ей оружие. Не потому, что вы любите Украину. А потому, что вы хотите, чтобы обе армии, как российская, так и украинская, сравняли друг друга с землей. Чтобы потом эти земли достались вам, чтобы расширить свои границы. Любой конфликт на постсоветском пространстве вам выгоден. Вы и есть наши главные соперники, наши главные враги. И чем раньше мы все это поймем, и мы все объединимся, тем лучше для каждого из нас. Наша сила в нашем единстве. В мире столько стран. Ну, поезжайте куда-нибудь в другое место. Чего же вы в Баку и в Ереван хотите приехать? Зачем? У нас практически нормализовались. Ну, не совсем правда. Ну, уже постепенно нормализовываются отношения. Не исключается тот факт, что, возможно, в ближайшем будущем будет подписан мирный договор. А тут вы к нам, именно в этот момент хотите приехать, чтобы дестабилизировать ситуацию. Займитесь-ка лучше своими непосредственными делами и не суйте свой нос туда, куда вас не просят. Вот это я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok